В Москве прошла пресс-конференция «Инновентика», на которой член Совета директоров ЗАО «Коммуникации для инноваций» Виталий Слизень представил итоги реализации трехлетней стратегии группы и о планах на будущее. «Инновентика» была создана весной 2011 года для реализации инфраструктурных проектов в сфере облачных вычислений. КДИ также принадлежали 60% Гарант Парк Интернет, бренды Паркинг Кру и Метрик. Но недавно компания консолидировала 100%, рассказал господин Слизень, не уточняя детали сделки. Группа компаний демонстрирует динамичное развитие и уверенный рост клиентской базы, которая насчитывает более 5000 заказчиков, из которых 40% составляют крупные компании. Протяженность магистральной сети составила 13 тысяч километров, пропускная способность 8 терабит в секунду. Инвестиции в проект составили 1,1 миллиарда рублей, рассказал Виталий Слизень. По этим показателям «Инновентика» входит в число ведущих магистральных операторов, владеющих собственной транспортной сетью. На пресс-конференции были представлены последние разработки группы, в частности, система защиты от сетевых атак «Ингуарт». Помимо системы «Ингуарт», отдельно было презентовано решение по аутомейшн от компании «Инновентика». На пресс-конференции также объявлено о консолидации 100% компаний «Гарант Парк Интернет», бренды «Паркинг.ру» и «Метрик», одного из ведущих хостинговых провайдеров России. Теперь «Гарант Парк Интернет» предлагает свои услуги под новым брендом «Инновентика Сервисес». Генеральный директор компании Ольга Пономарева также дала эксклюзивное интервью Jason TV, в котором она рассказала как о слиянии, так и о своем видении изменений потребительских предпочтений и влиянии изменений в законе о персональных данных на рынок облачных решений. Одной из стратегических целей «Инновентика» — стать второй на рынке инфраструктуры, позволяющей, в частности, использовать облачную инфраструктуру для самостоятельного управления ресурсами обработки и хранения данных. По данным Jason & Partners, по итогам 2013 года на рынке ИАС группа занимала четвертое место по выручке вслед за компаниями АйТека, Крок и Анланта, и второе место по количеству клиентов. Весь рынок ИАС в 2013 году оценили в 1 миллиард 680 миллионов рублей, что на 35% выше показателя 2012 года. В 2014 году аналитики ожидают, что рынок вырастет примерно на 50%, до 2,5 миллиардов рублей.